никит привет у меня как обычного человека есть желание начать инвестировать и конечно же я слышу много разных вещей которыми нужно сделать чтобы начать инвестировать и хотелось бы у тебя как у эксперта спросить эти вещи так или не так это и первое что я слышу везде на каждом шагу от своих друзей знакомых и так далее что мне нужно читать ежедневные новости разбираться в этих новостях иначе я не вообще не буду понимать куда и сколько денег не вкладывать так ли так ну для начала я хочу сказать что круто что ты задумалась по поводу начала инвестиций и кстати я тогда предлагаю сделать раз есть такое желание то мы можем просто построить тебе личный финансовый план и сделать такую рубрику на канале где мы сделаем тебе личный финансовый план и будем собственно публиковать твои результаты и ты будешь идти к цели скажем так как взвешенные счастливые да когда люди худеют там да так и ты будешь богатеть вот поэтому соответственно ребят подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и в следующих выпусках обязательно будет выпуск где мы будем делать личный финансовый план ну а теперь отвечая на твой вопрос этого однозначно не нужно делать не новостей читать ничего до для обычного человека когда мне говорят эксперт я просто не за может быть скромность может еще что но я не могу сказать что я эксперт да я что-то знаю то есть глобально я знаю как не потерять деньги то есть давайте так когда-то брюслей сказал типа я бы не боюсь того кто знает там тысячу разных способов ну там приемов и боюсь того кто изучил там один раз так вот я знаю только один способ заработать денег но я знаю 1001 способ их потерять то есть наверное в этом есть мое преимущество в том что я прежде всего исхожу из этого и соответственно чтение новостей и постоянное нахождение в этой повестке это один способ потерять денег конечно я начинал со спекуляции и активные инвестиции у меня тоже были и я хочу сказать одно что не нужно читать новость мы возвращаемся к ролику до который у нас уже есть на канале компенсируемый некомпенсируемый риск что-то читаешь из новостей даты что кого-то как акция какая-то выросла какая-то не выросла это мы все возвращаемся к не компенсируем ему риску и грубо говоря да конечно же возможно когда ты покупаешь отдельные акции если ты еще вот настолько экзотичен скажем тогда то тебе конечно же придется почитывать новости для того чтобы если вдруг там у компании какой-то прям совсем задница чтобы хотя бы принять решение но глобально сделает ли даст ли тебе это преимущество нет объясню почему все финансовые учреждения газеты и выпуски они выпускают то что кликабельно то что people have it более того я они используют средства массовой информации для того чтобы создавать нужную повестку дня все то есть любые сми они сейчас продажные если ты работаешь с отдельными акциями понятное дело что тебе нужно пометь подписки на профильные издания конечно же следить за бизнесом компании но опять-таки возвращаемся компенсируемым некомпенсируемую риску и если ты этим занимаешься ты должен по итогу получить больше чем индекс да но мы вспоминаем другие предыдущие ролики которые говорят о том что шансов у тебя на это немного да не даже сам уоррен баффетт горю что он за всю свою карьеру встречал там всего 10 человек которые возможно могли бы обогнать рынок еще не сказал что не обгоним к возможно но это люди как вы понимаете мега высокого класса по что уоррен баффетт сам не из деревни вылез да то есть как бы и соответственно вы просто задать себе вопрос а если у вас шанс уоррен баффетт вы да то есть как бы чтение новостей которые покупаются и так далее и тому подобное вот более того я вам хочу сказать что все новости которые допустим плохие и так далее знающие люди узнают заранее по каким-то компаниям и соответственно имеют возможность выйти заранее ну назовем это так пусть инсайдерская торговля и запрещена но все равно есть возможность это узнать и это использовать а вы узнаете все равно в последнюю очередь то есть если об этом написали в сми то все об этом уже знают и это уже как бы все свершилось всех уже все равно ничего не сделать да то есть вы постфактуму знаете поэтому глобально я бы сказал что наоборот ну как бы на понятное дело что читать новости стоит опять-таки смотря какие но я сейчас уже не так то есть я просто уже привык они на меня не оказывают эмоционального воздействия да даже если там пишут что но допустим там дефолт сейчас в америке да там новости всего дефолт я боюсь страшного надо выходить в кэш дефолтом же дефолт ну ладно но сегодня дефолта я знаю что мне горизонт 20 лет я знаю что мне нормальный сбалансированный портфель и мне как бы по барабану я просто читаю ради я даже не знаю зачем я это делаю просто мне надо будет о чем-то там потом написать или ответить ну потому что не часто вы просто могут прилетать задал именно а вот стоит он купить китай и вот и вот там что-то происходит с китаем а я сужи пару меня бывает такая ситуация что там происходит ну то есть я я с паникой мне когда-то начинают быстро там что-то накидывать на что случилось я захожу в партию меня там ничего не произошло я за а что случилось и ну вот же там случилось там это все падает не знаю а могут ли специально да могут конечно я же говорил что сми они хороший инструмент для загона хомяков в определенные направления вот и все в общем мир инвестиции это очень интересное место да это джунгли где есть вы это еда есть хищники которые находятся вверху пищевой цепочки да а вы внизу просто помните всегда об этом можете ли вы пойти в сми и заказать новость какую-то да нет конечно а может ли хищник пойти и заказать новость какую-то в сми чему там стоит миллион долларов там потратить чтобы сми выпустила какую-то новость да ничего а если он перед этим там через какие-то свои оффшорные третьи компании за шортил эту акцию я хотела спросить в чем выгода делать мне очень нравится сериал миллиарды я рекомендую посмотреть если вы интересуетесь сферой там конечно не прям все ярко показано очень красиво показано как они делают это да вот на они стали в шорт по акциям а дальше говорят слушай подойди пойди подожди им ферму все или как они соком и это компанию да то есть как бы за шортили акции компании там соком джуз как-то там называлась и взяли разыграли историю когда там потравились да этим соком все и акции компании полетели вниз это вот вопрос опять таки о некомпенсированном риске и вы дорогой зритель потому что сомневаюсь что меня смотрят бобби аксель роды да из соединенных штатов америки окажетесь внизу пищевой цепочки вас просто сидят вот все то есть это делать не сами компании которые выставляют акции я не могу ответить то что делает я я просто хочу сказать что ну не нужно это обычному инвесту неважно какой уровень капитала там маленький большой да мы возвращаемся к вопросу о целесообразности работы с тем или иным классом активов и подходом да так как активные или пассивные инвестиции как видео на канале то есть если вы решили там работать с отдельными акциями и брать на себя некомпенсируемый риск да возможно вам понадобятся новости для того чтобы ну там определенный момент хотя бы но уже постфактум но выйти там есть совсем там плохой до истории но это должны быть соответствующий капитал и так далее то есть еще раз повторюсь что на рынке нет плохих инструментов есть неправильно их использование то есть грубо говоря но когда не спрашивает ли в эту акцию инвестировать я могу провести аналогию вот человек приходит зрели и говорит нужно ли мне использовать дрель не знаю чувака что что тебе надо сделать я хочу борщ поесть но вряд ли у тебя получится нормально дрелью поесть борщ для этого нужно наверно взять ложку как бы или если ты придешь ложкой как думаешь ложка хорошо или плохо ну если тебе нужно поесть борщ или там размешать тесто возможно да хорошо если тебе стену просверлить но я думаю что ложкой возможно ты тоже добьешься результата ну то есть вот 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 в этом смысле вот давать так для обычных нормальных но взвешенных инвестиций новости не нужны по большому счету они только будут отвлекать и сбивать то если вы все-таки выделили себя вот этот инвестиционный капитал и решили поиграть в баффета то возможно что-то нужно почитывать просто чисто чтобы хотя бы даже постфактум да как мы уже поняли выйти скажем так из плохой истории да тогда к следующему инструменту который тоже я слышу на каждом шагу это уметь читать графики то есть смотреть понимать когда что падает как вообще у компании дела нужно ли это делать начинающему да без разницы это тут дело даже не начинающим нет конечно ну то есть по большому счету ну не то что нет ну то есть вам просто нужно понимать что график он есть и там просто где-то максимум минимум все это ну как бы это три минуты дело но то что там читать графики поддержки сопротивления тренды шмэнда индикаторами нет это нужно для спекуляции мы возвращаемся опять к вопросу о преимуществе да то есть вот ролики где это были уже на канале можете посмотреть вот это было преимуществом ранее на когда не было компьютеров когда графики это было что-то уникальное это было скажем так это была интеллектуальная разработка как вот если сейчас вы напишите какой-то искусственный интеллект который будет работать по уникальной системе зарабатывать вам деньги тогда это будет что-то уникальное к чему есть доступ только у вас и это даст вам преимущество тогда вам да действительно нужно удлиться это изучить и так далее для обычного инвестора это не нужно должна быть отдача до кпд коэффициент полезного действия так вот от того что вы потратите усилия на изучение этого коэффициент полезного действия у вас будет стремиться к нулю то что больше это денег вам не даст заработать ну и такой последний вопрос может быть немножко глупо тоже слышал ото всех что чтобы начать инвестировать купи крупные компании то есть купить apple купи макдональд спала в газпром не знаю купи крупные компании и у тебя же будет зашибись во-первых на канале есть много роликов которые отвечают на вопрос стоит ли работать с отдельными акциями и действительно много есть истей и статистика и ваши шансы и успех и так далее и что касается крупных компаний и возвращаясь опять компенсируемый некомпенсируемый риск до без разницы крупно это компания маленькая эта компания когда вы покупаете акцию отдельную одну акцию неважно бизнес или даже 20 акций вы приобретаете некомпенсируемый риск связанный конкретно с этим бизнесом грубо говоря вот сейчас все многие думают вот я куплю apple и с ним точно ничего не просит люди шеплом не перестанут пользоваться и тенте топовая компания индекс s&p 500 ранее ну да глобальности ничего не произошло но если вы ее купили когда она была топом сейчас бы вы получили там минус 70 процентов капитал general electric когда-то она была топовой акции в индексе если бы его тогда купили как крупную как сейчас apple компанию вы получили минус 70 процентов капитал даст ничего не произошло она как была такая осталась турбины как покупали так и покупают там лампочки и все прочее просто что-то у нее случилось бизнесом некомпенсируемый риск индекс s&p 500 продолжил расти и развиваться также как раз в 2000 также как акции стоимости и акции роста а эти просто ну вот так произошло может быть когда-нибудь они будет переломный момент они снова да это может быть и то же самое сейчас с текущими до лидерами но я не знаю что много некомпенсируемого риска а если завтра вот сейчас вот китайцы да вот почему там alibaba да крупная компания это то чтоб на это падает до глобально вот они почему там регуляторная нагрузка почему бы это не произойти там в америке но ведь apple уже достаточно большой крупная практически квази государства в 2 и 4 триллиона долларов капитализация компании apple при 16 миллион долларов допустим там ввп россии стоимость apple как ввп россии как целой страны вы уже там идут диалоги по поводу там он там южная корея выставила штраф google за монополию за то что она там гнобила там компании пока это такие вот там звоночки а почему вы уверены что там и правительство сша или еще что-то не соберется не скажет ребят ну вы охренели вы уже монополия в этом им уже запретить нам стартапы покупать да не а потом скажут ну ребят ну как бы вообще как бы попухли вы заняли в общем рынок а где развитие куда развиваться ну все и возьмут и поступят как там китайцы еще какую-то регуляцию я не могу быть в этом уверен всегда понимаете мир это чаша весов и но для apple это будет плохо появится компания для кого-то будет хорошо они стрельнут попадут в индекс apple начнет падать они начнут расти индексу мне как бы пофиг я нет внутри не реагирую а те кто сидели выпили будь теряги то есть мы опять просто возвращаемся к вопросу коэффициент полезного действия да то есть как бы неважно да вы можете изучить кучу отчетностей коэффициенты знать и так далее но у вас нет этого преимущества все равно будь постфактум вы находитесь внизу у этой цепи пищевой вот эти действия они допустим могут приносить пользу на тем кто в определенных до каких-то локальных там историю то есть тогда когда знание вот этой вот истории она действительно дает кпд там какое-то да то что приносит там либо топ доходность либо еще что-то но это лишь горит а статистические выбросы то есть грубо говоря есть роботы высокочастотные которые используют графики да для торговли то есть это искусственный интеллект это люди математики сели попыхтели там куча серверов умов ни один человек сидит работает над ними да пишет вот эти алгоритмы и используют графики и это приносит им деньги да тогда пожалуйста если вы не этот зачем ну да это вот так устроена индустрия нужно понимать до конфликт интересов индустрии индустрия зарабатывает на ком на людях на обычных инвесторов неважно у тебя капитал 100 тысяч долларов или рублей или 100 миллионов долларов на тебе будут зарабатывать а можно сказать что и я допустим отчасти зарабатываю да на люди но я стараюсь сделать так чтобы это было вин вин да грубо говоря я им не продаю воздух видит там портфель из отдельных акций или еще чем вот поэтому я всегда стараюсь чтобы нашим взаимодействию было вин вин до ситуации что инвестор да если мне платить получил выгоду соответствующие дать даже в большей степени то есть то что платит со мне она при вас ну окупается да то есть а индустрия построен каким образом она стимулирует то что выгодно для нее то есть в общем доступе будет то что выгодно индустрии отдельные акции почему выгодные индустрии во первых вам будет удобно продавать курсы по оценке и отбору отдельных акций разве не выгодно выгодно куча денег огромный рынок да просто колоссальные деньги особенно там дивидендные стратегии дивидендные фишки платите только деньги я вас научу их отбирать принесет ли это вам пользу нет получит ли он за это деньги да все вот второе когда вы работаете с акциями там покупайте топов и так далее вы совершаете больше сделок чтение новостей да вот это вот все это приводит тому что человек начинает совершать больше сделать больше сделать больше комиссии больше комиссии счастливее олег тиньков но это не реклама нет может быть это и альфа-банк и сбербанк но сам факт и со всеми вытекающими окей дальше как это работает индустрии вот ты поработал поторговал отдельными акциями изучил и понял а у тебя не получается купи наш пиф ты просто не профи а мы профи мы умеем обыгрывать индекс плати нам два процента от суммы чистых активов 20 процентов от прибыли и мы сделаем тебя счастливым и вот по этому кругу ходит инвестор в определенный момент ему может вести да если он попадет в волну как он бафта но может даже зарабатывать но еще раз повторюсь если у вас и не индексный портфель и вы еще не потеряли деньги то это просто вопрос времени вот если вы не хотите терять деньги то как минимум подписывайтесь на мой канал здесь мы говорим честно об инвестициях ну или же вы можете посмотреть курс инвестиции здорового человека он бесплатный ссылка будет в описании у меня на этом все всем пока пока до новых встреч а